здравствуйте уважаемые друзья по вашей настоятельной просьбе я сегодня буду вязать псевдо как я ее называю лососевая мушка то есть основой будет служить у нас лососевая мушка рейнджер но мы ее свяжем со своих материалов и использовать будем немножечко ту технику эту методику которую я допустим буду применять сам ничем практически по уловистости это уже проверено мною неоднократно не отличается моими друзьями единственное только лишь мы изменим немножко конструктивно это то что у нас здесь будут определенные те элементы которые немножко не свойственны этой мушки давайте для начала подготовим крючок это очень важно потому что зачастую как все вот лососевые мушки вяжутся само колечко у нас поднята вверх но искать лососевый крючок это целая проблема вернее даже не проблема а накладно финансово почему потому что все специализированные такого типа крючки стоят достаточно дорого поэтому я взял обыкновенный крючок который продается ну вот во всевозможных и допустим вот такая хорошая серия чтобы вы знали это японский крючок их разная есть величина и достаточно он хорошо подходит как я вяжу и жуков майских также и для щучьих но я купил вот такой крючок который серии пайк щука с таким вот колечком незагнутым мы его сейчас с вами подготовим что нам необходимо вот такие вот плоские утка носики и будем говорить плоскоупцы бокорезы нам не годятся должны мы вот здесь обязательно зафиксировать или зажимом чем угодно для того чтобы отвести тепло от дальнейшего проникновения по цевью крючка зажигалка нужно turbo и в районе вот до красноты нагреваем то место которое мы с вами возле колечка будем гнуть считайте что мы немножко отпускаем вот то место где будем выполнять с вами загиб сделали пока но все тепленько выбираем вот тот загиб который нам необходим соблюдаем вот плоскость которая нам нужно еще немножечко как вы видите уже у нас готов тот загиб который в лососевых крючках больше нам уже инструмент не понадобится для изготовления основной вот допустим мушки используется легенда достаточно ее серьезная и но там нужны материалы которые специализированные мы в процессе изготовления я о них буду говорить но давайте так я на них не буду сильно заострять внимание так как мы создадим похожесть внешнюю этой мушки а значит для рыбы абсолютно не имеет никакого значения то есть все элементы которые необходимы для лососевой мушки будут присутствовать прежде чем приступить мы должны подготовить определенные материалы нам понадобится вот у меня имеется вот я уже разделил это у меня остатки фазана золотого сама гривка вот такие перышки которые на хохолке из шеи вот такие значит как обычно если взять посмотреть на сам скальпик существует уже вот такие готовая этот алмазный был он окрашен такой флюо но я его не использую потому что потому что не хочу а беру вот тот натуральный который вот уже проверенные у меня годами заменить к сожалению мы уже ничем не сможем попробуйте найти охотничьего фазана там несколько более блеклое перо и но тоже можно будет использовать и нам необходимо вот из этого количества перьев которые имеются с левой с правой стороны обязательно смотреть и подобрать так чтобы наши вот эти вот полосочки по длине ости совпадали и были и с левой и с правой стороны для того чтобы когда мы сложим наше перо у нас не было некомфортного положения самых с самого пера я это уже подготовил подготовил для хвостика подготовил для крыла вот тут два две вот такие вот тут равные части желательно так чтобы мы могли уже сразу это все подготовить чтобы для удобства нам мы не тратили потом время а с вами делали вот у нас приблизительно будут вот длина крыла немножечко заходить за загиб что нам еще с вами понадобится для того чтобы мы более комфортно себя чувствовали нам нужно будет очень хорошая нить крепкая но тонкая для того чтобы мы могли хорошо ровно укладывать наши материалы почему потому что нежелательно делать нагромождение большое но будем использовать с вами обязательно клей который я как всегда использую что обычно в лососевых мушках не используется и нам с вами понадобится перо перо желательно иметь вот немножко хотя бы вот такого качества честно вам скажу я специально перо не подбирал приблизительно вот прикинул по длине бородок что меня они вполне устраивают подходит по загибу и его оторвал также нам понадобится с вами кусочек перо страуса желательно или зеленого ну можно крашеного но так чтобы был у нас контрастный переход между одними элементами к другому элементу ну и давайте теперь мы уже с вами приступим но для начала мы с вами должны разбить чтобы мы конструктивно не уходили от тех элементов которые используются для самой для самого стримера лососева допустим ну вот обмотка идет люрексом мы должны с вами сделать отметочку так чтобы мы вот эту обмотку люрексом выполнили вот на этом участке до немножко начала загиба теперь смотрите вот где начинается у нас сама сам зубчик на жале у нас это уже все должно закончиться поэтому кто делает до 4 кто делает 5 оборотам люрекса я приблизительно эстетически поделил для себя и уже приблизительно выбрал но до окончания жала у нас обязательно должен вот мы отметим должен находиться элемент который раздражитель как у лососевых мушек красный оранжевый какой угодно из нитки из тесьмы которую мы с вами неоднократно распускали и здесь получается вот буквально здесь вот на этом же переходе мы должны с вами там где уже у нас будет начинаться жало мы должны с вами закончить вязать нашего перышко страуса это вот эту часть мы должны использовать на головку и на само тело значит оставляем обязательно пару миллиметров на приготовление самой головки и все мы приблизительно для себя как вы просили с подробным объяснением для себя уже сделали вот все чтобы самый неподготовленный человек мог для себя для подготовить подарок другу еще что-нибудь так как вы просили или же можно это на булавке сделать как брошку теперь я как всегда наношу для того чтобы материалы у меня не прокручивались вот ровным слоем почти вот до загиба стараемся не заскочить за загиб нитку я беру очень тонкую она даже где-то ну даже 17 0 достаточно тонкую белую и начиная вот там где мы будем уже формировать головку начинаем виточек виточку стараемся сильно не нагромождать наши нашу нитку но чтобы наш клей не создавал нам вот этих вот бороздочек которые у нас остаются мы так с вами дойдем до места крепления люрекса то есть до момента где у нас начинается вот сам загиб все вот здесь у нас уже пошел наш загиб останавливаемся убираем теперь остатки нашей нитки и что я делаю значит люрекс желательно подобрать так чтобы он у вас был двухцветный но вот у меня кусочки обычно как всегда остаются при работе я беру если мы закрепим если он двухцветный серебряной частью вверх то у нас получается при потом последующей обмотки мы будем делать ее золотой учитывая то что у меня обмотка по телу будет также проволокой латунной поэтому я буду использовать золотую часть подводим с вами вот слегка под низ подхватываем и уже аккуратненько я возвращаюсь назад подхвачу чтобы у не убежал мой люрекс и не оставалось у меня никаких бородок и я стараюсь увести его как бы слегка вот при вот этой обмотки вниз желательно конечно его закрепить снизу но учитывая то что крутить камеру и мне не видно и вам не видно он у нас выйдет сверху это абсолютно не страшно но самое главное друзья мои мы должны с вами вот взяли как вы видите закрепили и остается у нас вот те наши метки как вы видите мы дошли до нашей черной там где у нас будет проходить наш люрекс я делаю вот здесь последний оборот и уже окончательно увожу мою нить стараясь также виточек виточку потому что у нас неровно потом ляжет наш люрекс что есть не совсем хорошо вот столько нам приблизительно будет достаточно и теперь смотрите что я делаю для того чтобы было нам удобно дальше работать вот это мы с вами выровняем хотя большого значения здесь не играет мы не будем здесь работать шелком но если бы мы работали с шелком желательно это все подравнивать я беру и увожу вот раз два три убрали и так как у меня немножечко короткий сам люрекс для удобства я возьму его в перодержатель теперь мы с вами выполняем к сторону загиба пару оборотов следим за тем чтобы не было никаких неровностей поправляем его не стесняемся делаем ему соответствующую натяжку вот выполнили пару оборотов к загибу и теперь вот по этим же швидкам но я возьму остаток вот того клея который остался и здесь немножечко это все мы промажем клеем без фанатизма чтобы клею нас никуда не проступал и теперь уже аккуратненько стараемся виточек виточку с небольшим вот вернее с небольшим нахлёстом уложить ровно до того места где мы с вами обозначили нитку которая должна у нас уже заканчиваться площадочку с вами сформировали вот видите раз все мы уже дошли до этого места теперь мы берем возвращаем нашу нить вот на эти четыре оборота и нитка у нас осталось там же где мы с вами крепили но мне немножечко камера под углом но вам будет заметно вот как раз у нас на этом зубчике бородки которая должна быть я беру теперь вот аккуратненько вот так как вы видите перехватываю пока у меня она все в передержателе подвесом и чтобы никуда у меня не делся люрекс слегка можно проматывать по всей длине но учитывая то что мы с вами будем формировать здесь еще хорошую подложку я отрезаю под углом вот под вот таким уголочком я отрезаю убираем люрекс нам уже не понадобится теперь нам чтобы мы не делали 10 разных 20 оборотов на одном и том же месте нежелательно так как лососевая мушка выполняется с эстетически взвешенными всеми действиями я беру вот такую нить вы можете использовать тесьму которую я показывал как мы с вами распускаем дело в том что я эту мушку делаю для своего друга вдруг конечно у меня хороший но вредный в том отношении что если он сказал я хочу вот такую значит я должен сделать ему вот такую теперь мы с вами подхватили стараемся также чтобы у нас в одном и том же месте это все находилось слегка подтянули и теперь смотрите что я делаю я без лишних вот усилий стараюсь это все виточек к виточку закрепить так как мы здесь будем уже этой ровницей формировать наши с вами красивое тело спешки конечно здесь использовать нежелательно я понимаю что будут достаточно критики от специалистов которые вяжут только лососевые мушки но скажу вам честно так как вы просили ну очень хочется возможности нет поэтому это для тех кто очень хочет но возможности нет промотали вот нас достаточно вполне теперь точно так же я увожу на 45 оборотов обязательно пальцы не должны быть шершавыми мы с вами подравниваем нашу нитку вот в одну в другую сторону в ту в которую мы будем с вами выполнять обороты и начинаем ее подравнивать слегка при вот всех вот этих соединениях стараемся и и вот так вот разравнивать чтобы нитка следим не разъезжалась важно в чем чтобы она не разъезжалась слегка ее при каждом обороте против часовой стрелочки слегка 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 ее подкручивать ну и следим чтобы не было большого нагромождения материала вот приблизительно мы дошли до конца нашего жала оставляем пару миллиметров так как мы с вами эти все меточки уже ставили здесь делаем оборот теперь мы должны с вами еще пройти раз до загиба и вернуться обратно есть достаточно фильмов где вяжут я считаю очень хорошие профессионалы эти все лососевые мушки поэтому ну учитывая то что мы как всегда изготавливаем это из подручных материалов поэтому мы с вами и решили для себя изготовить ну вот такую псевдо рейнджера который мы стример мушка как хотите называйте которая достаточно хорошо работает тоже по практически любой рыбе в частности хорошо по нашей щуке вот у нас вышла вот такая некрасивая здесь ступенька для этого мы с вами подготовили перо вернули обратно те же четыре оборота мы остановились на том же месте где мы теперь будем крепить другой элемент удерживаем натяжечку вот так же я перехватываю опять уводим в одном и том же месте мы с вами сделаем уводим нашу ниточку чтобы она не лохматилась пару-тройку оборотов вперед это вполне достаточно удаляем теперь все мы немножечко закончили промотали лишнее удалили нам теперь необходимо закрепить с вами вот тот конструктивный элемент который находится у настоящей мушки рейнджер значит у нас верхняя и нижняя часть вот этих вот перышек должна совпадать здесь вот колечком для эстетической красоты учитывая то что перо у меня положено было выбирать для того чтобы крепить вот за край ости то у меня нужно было бы брать крючок бог знает какой поэтому я учитывая что у нас имеется вот и у вас так же как и у меня вот такие неудобства я беру слегка увлажняю вот мое перо для того чтобы моя ость и вот те перышки которые я буду крепить не убегали изначально можно подготовить можете посмотреть нет я потом отдельно вам расскажу как и что подготавливать перышка для вязания лососевой мушки но для этого есть достаточно другие специалисты которые это все могут сделать накидной петлей следим за тем чтобы в одной точке чтобы у нас никуда не делась и было вот так вот тут свет вот сверху строго по оси находился наш хвостик мы его подхватываем пока ничего не отрезаем и теперь смотрите я беру виточек виточку удерживаю вот ось и те перышки которые могли бы разъехать двигаясь нашей красной точке которая у нас сформировалась учитывая то что мы у нас там вышел бортик достаточно хорошо у нас закрепиться и поднимется хвостик все вы видите он никуда у нас не ушел остался на месте вот теперь мы можем аккуратно с вами взять и и удалить аккуратненько вот так на определенную длину на косую вот наши перышко остатки удаляем переходим теперь к следующему элементу нам необходимо друзья вот это все наше немножечко то что мы с вами здесь на мусор или как я считаю на нашей мушки мы должны с вами теперь это все скрыть пером я беру перо учитывая то что само по себе перо имеет изгиб можно допустим заменить я уже неоднократно говорил если у вас нет перо страуса аиста еще чего-то вот пробуйте менять допустим павлином или сделайте из даббинга симпатичное он имеет природный изгиб и учитывая вот эту особенность я выбираю так чтобы мне было удобно мотать теперь мы с вами закрепим и я вам более подробно уже расскажу за эти все изгибы вот мы закрепили теперь смотрите мы для себя должны определиться какое количество приблизительно вот два пару тройку миллиметров нам будет вполне достаточно но обычно я беру равную чуть может меньше или равную по ширине наших с вами вот этих красивых элементов и теперь мы с вами берем наше перышко и начинаем выполнять обмотку и вот теперь как я уже говорил если вы видите вот мы начинаем делать аккуратненько у нас перо становится ровненько за счет своего изгиба в сторону нашего загиба никуда у нас не уходит аккуратненько виточек вот здесь вот как раз таки виточек к виточку обязательно у нас чтобы ложилась наше перо для удобства можете использовать передержатель как вам будет удобно ну три четыре пять оборотов это вы уже выберите для себя сами и я теперь вот вы мы не зря уводили на три четыре оборота вот у нас к той точке мы и подошли теперь я беру перехватываю мое перышко поджимаю его ниткой и уже окончательно парой тройкой вот таких вот оборотов двигаясь колечку я закреплю это мы теперь уже все с вами можем удалить все вот у нас с вами готовы все элементы которые присущи лососевой нашей мушки нам необходимо теперь закрепить то чем мы будем с вами сегментировать тело учитывая то что необходимо использовать для сегментации довольно таки дорогие вот такие вот материалы которые достаточно дорогие и не всегда найдешь необходимой толщины ширины мы с вами по домашнему будем использовать вот то что продается для рукоделия есть вот под цвет латуни есть проволока чтобы было симпатичное красивое тело я проволоку закреплю на всю длину значит ноготочком мы аккуратно делаем вот здесь вот уголок подводим нашу нить к тому месту где уже у нас будет идти наша проволочка здесь ее снизу желательно уже четко выдержать чтоб снизу и уже виточек к виточку стараемся затем чтобы у нас наша проволочка никуда не убежала выполнить вот такую обмоточку если убегает поможем все теперь у рейнджера обычно разбивается наше тело на две равные части для того чтобы можно было выполнить обмотку пером и выполнить обмотку допустим даббингом для этого и тело разбивает на две равные части учитывая то что мы будем делать имитацию используя определенные элементы и расположение техническое их я выполню немножко по другой технике уже проверенная поэтому нет смысла нам с вами ломать голову как и что нам нужно сделать нам понадобится с вами совсем совсем немножечко даббинга такого у меня есть вот кролик а в нем присущ вот такой блестящий элемент как вот такой вот микро флеш мы с вами выполним вот здесь буквально такой же по толщине для того чтобы мы могли с вами закрепить перо как всегда используем ваксу свечку клей вот все что нам будет более менее подходить для нашей работы немножечко промазываем скажу теперь уже сразу что здесь мы можем с вами поменять нашу нить на другую несколько толще допустим и гораздо чтобы она была крепче ну учитывая то что мы здесь пока работаем я менять не буду будем крепить перо тогда поменяем значит я делаю рассредотачиваю так чтобы была и закреплена и в то же время ну такое среднее приблизительное количество которое вот даббинга слегка против часовой стрелочки прокрутил чтобы он у меня образовал вот такую вот веревочку как вы видите и мне не нужно уже будут руками это все прокручивать оставляем берем теперь здесь же следим за тем чтобы мы не наехали сильно на наше перышко вот видите следим закрепим оборвалась поправим берем перодержатель да такое очень часто бывает поэтому нет ничего страшного все поправим берем теперь перодержатель и завершим уже нашу здесь работу значит должно быть достаточно плотное чтобы был вот такой вот у нас симпатичный шарик годится подхватываем удерживаем его пока вот в таком положении и теперь поменяем нить на более крепкую но темную так как будем работать уже черным непосредственно даббином закрепили я обычно сильно не заморачиваюсь всеми этими техническими вопросами делаю замену нитки вот приблизительно так удаляем и здесь нам нужно закрепить с вами перо учитывая то что перо у меня мы будем крепить с хвостика вот я его вот так вот выравниваю подравниваю перо но следим за тем чтобы наш загиб обязательно находился в сторону жала не обрезаю хвостик смотрю сколько вот у меня лишнего а теперь только лишь могу взять отрезать и уже окончательно удерживаем в точке где у нас крепится наше перышко такую вот притяжной петлей подхватили как вы видите я стараюсь материал весь крепить или снизу или от себя в одной плоскости тогда у нас нет вот этой скученности нет бугорочков при переходе из одного места в другое и теперь уже окончательно мы с вами подхватим наше перышко вот здесь при работе с даббингом у нас нет необходимости для того чтобы тело было там достаточно ровно или виточек виточку но обязательно вот культура изготовления мушки стримера не имеет значения должна присутствовать всегда слегка увлажним пальцы уведем вот так вот все оборотки все что нам вот здесь будет в дальнейшем мешать потому что мы сделаем немножечко толще уже само тело с использованием я беру немножко другой даббинг который у меня был мелкий-мелкий песец вот он как вы видите по структуре вот такой это не кролик он несколько грубее но в то же время по структуре он такой же и для красоты естественно мы с вами добавим совсем-совсем немножко будем добавлять вот такого с вами даббинга для того чтобы мушечка наша стример хорошо поблескивали небольшими порциями наносим даббинг совсем небольшими равными чтобы не было скученности материала вот здесь можно применять метод расщепления нитки можно использовать даббинговую петлю как вам будет удобно потому что величина и толщина нашего тела позволяет здесь уже хорошо размахнуться ну и опять же я беру как всегда вот для симпатичности парочку тройку обозначаю вот таких вот мест над даббинговой нитки где у меня находится мой блестящий люрекс и обязательно я беру слегка его подкручиваю легче тогда работать нет той лохматости и нитка достаточно хорошо себя потом вот держит расчесать мы потом его с вами сможем в любой момент закрутили катушечку удерживаем как нам нужно старайтесь не делать длинную вот буквально 15 сантиметров и то у меня уже возникает неудобство с видеокамерой и стараемся теперь без большого скученности материалов выполнять вот так вот виточек в виточку так как обычно изготавливается любое тело следим за тем чтобы не было у нас больших бугорков обязательно раз два сколько нужно помниваем нашей дабинговой нитью теперь смотрите самое самое главное вот как видите вот у меня вышло достаточно хорошо я не сказал этот момент нам желательно так чтобы мы буквально пару-троечку миллиметров не доходили вот до места формирования головки теперь я опять возьму добавлю с вами совсем совсем немножко нашего дабинга и здесь закончим уже наше тело если если есть необходимость можно вот как вы видите пройти обратно подровнять его так как сочтете нужным вот сам объем нашего тела мы создаем уже сами если у нас имеется в наличии пряжа тоже приветствуется допустим имеется как у меня я всегда использую всевозможные для вязания пряжи это есть ангора очень хорошо себя зарекомендовала поэтому мы с вами можем его тоже использовать можно использовать шарфа махерового начесать если он недостаточно у нас толстый все вот вы видите у нас тело вышло почти хорошее цилиндрическое теперь мы здесь с вами оставляем и у нас остается место для крепления уже и пера и проволоки и мы уже будем крепить наши все другие элементы что нам нужно по всем правилам значит сперва наматывается у нас наша наш люрекс с которым мы должны сегментировать тело положено чтобы у нас было вот выполнено пять оборотов по телу у нас вышло как раз ровно вот наш пятый оборот там где мы с вами и остановились теперь я делаю вот здесь один полный оборот и прихватываю нашу проволоку берем наши бокорезики и смотрите я откусываю так чтобы осталось у меня буквально пару миллиметров можно отламывать но отламывать нужно для этого намотать значительно больше оборотов я подгибаю и уже окончательно вот место этой проволочки я закреплю все теперь мы с вами берем наше перышко уводим вот так бородочки назад нет пусть оно даже у нас может ложиться так как мы сочтем нужным и вот мы выполнили эти пять оборотов теперь мы должны с вами пройти как раз вдоль нашей проволочки с внутренней наружной стороны этой обмотки это уже не столь принципиально так как вы для себя уже решите я скажу что мы имитируем поэтому здесь не так важно доходим до места крепления проволоки и здесь я делаю вот увожу все бородки делаю один полный оборот подняли перышко вверх так как мы его крепили сверху и уже аккуратненько удаляем все наши бородочки назад проматываем уже окончательно если нитка разъехалась вот как у меня я ее подкрутил закрепили теперь для того чтобы мне было несколько удобно я перо срезаю не отрезаю ножницы вне а вот так вот раз и все убираем теперь смотрите если у вас нет элементов допустим как разного как я показывал уже там перьев хвостика можно использовать заменить вот я специально посмотрел я очень часто даже использовал вот такие вот перья мечевидные для изготовления хвостика и так же работает наша лососевая мушка годится теперь что мы должны с вами сделать для симпатичности так как вот у нашего рейнджера мы должны слегка увлажнить наши пальцы и вот все 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 вот эти вот перышки наши вот так вот увести вниз скажу вам сразу все не очень получится но это не страшно мы что достигаем вот у нас в основном вот ершик получается хороший там где жало он в одно время будет у нас создавать хорошую турбулентность воды и в то же время достаточно хорошая будет у нас видимость нашей мушки стабильность даже мушки если так можно сказать теперь что мы с вами продолжаем нам с вами необходимо сделать горлышко более-менее симпатичное как-то его необходимо отделить у меня для этих целей всегда используются вот такие всевозможные остатки перьев которые я беру значит буквально пара-тройка для оборотов для контрастности можно голубым можно зеленым можно желтым любое это не принципиально главное чтобы у нас вот видите я посмотрел длина оборудок моих более-менее она подходит поэтому я здесь это все оставляю вот теперь чтобы мы здесь десять раз не делали лишние работу я подкручиваю нить для удобства работы и слегка ее промажу ваксы необходимо ее промазать для того чтобы более качественно мы могли подхватить наше перо потому что нить у нас синтетическая полиэстер и она скользит вот как вы видите у нас есть здесь проволока намотанная поэтому мы предварительно когда с вами работали я не заострил внимание но я думаю вы и так поймете что нам необходимо здесь более аккуратно выполнять вот все бортики вот чтобы не было вот с разных уголков и бортиков как вы видите вот она вышла более ровная но коническая теперь в чем проблема чтобы ровно ложилось перо необходимо нам с вами вернуться и вот на месте крепления нашего воротничка мы должны с вами создать ровную цилиндрическую площадочку если этого не получается по каким-либо причинам мы можем с вами поднять вот так вот крючок в неудобное положение чтобы не съезжало к колечку ну и опять же выполнить без затруднений это так как Сережа друг у меня спрашивал как же сделать если вот допустим возникает такая проблема и берем теперь опять наши перодержатель так как перышко очень-очень у меня короткое следим за тем чтобы бородки не подминались я как всегда увлажняю слегка вот так вот пальцы и выполняем нить желательно чтобы нам не мешало можно вот так вот немножечко увести в сторону и выполняем один-два оборота больше не нужно мы просто должны с вами обозначить вот наше ворлышко и то мы с вами вот все вот эти бородочки будем немножко уводить с вами вниз ну это одно из допустим вариантов как вы захотите вот подравниваем по направлению наши бородки вот вполне у нас пышности достаточно подводим нашу ниточку перекидываем захватим аккуратненько наше перо в натяжечку отпускаем учитывая то что хвостик маленький я просто вот увлажняю увожу вот так опять все перо назад подкручу немножечко нить так как она разъезжается вот все у нас уже готово теперь мы с вами должны опять же так как черное перо мы должны с вами все это взять в равных частях увести все это вот вниз убрали ну и теперь переходим к важному элементу крепления нашей нашего стримера это вот что мы с вами подготовили значит я обычно сильно голову себе не забиваю так как удобно неудобно факт тот что правильно или неправильно оно должно быть хорошо закреплено перышко и в то же время не должно у нас оно куда-либо убегать поэтому место крепления я вот беру утконосы которые плоские хорошие и вот место крепления я слегка там где наша ость я ее беру и слегка сплющиваю одно перышко и второе перышко вот сплющили годится теперь необходимо посмотреть какое левое какое правое как вы видите вот имеется уже изначально вот тот у нас загиб который есть перо наклоняется у нас с вами вниз или вверх своими бородочками вот мы проверили так и проверили вот так как вы видите вот в таком положении значительно симпатичнее как я уже говорил необходимо чтобы наши с вами вот край доходил до почти края нашего хвостика опять его немножечко увлажним для удобства работы вот приблизительно вот так как вы видите убираем двигаем смотрим сколько нас устраивает не устраивает и сразу возьмем теперь вторую часть нашего перышка которая у нас имеется будет сверху покровное и проверим его как оно у нас вот я подготовил их несколько по длине как вы видите я буду подбирать для себя вот сколько мне хватит чтобы его нормально закрепить вот приблизительно хватит сейчас мы немножко с вами изменим положение камеры продолжим для продолжения допустим вязать мушку если у вас имеется вот такое перо джунглевого петушка необходимо подобрать глазковые нам перышки для того чтобы поставить их во внутрь нашего крыла но друзья мои учитывая то что мы делаем у вас навряд ли это может быть поэтому мы с вами это не будем ставить а будем использовать вот то что у нас имеется теперь удерживаем в одном положении так чтобы наша плоскость пера никуда не уходила проверяем вот приблизительно вот как вы видите должна быть параллельно и сразу я беру креплю с одной с другой равномерно следим так чтобы наши с вами полоски вот те которые у нас имеются совпадали и никуда не уходили подхватили и теперь уже аккуратненько дальше держим если по каким-либо причинам вот перо начинает крутиться значит мы спокойно это все можем с вами руками подправить раз подтянули и подправили теперь смотрите вот мы с вами закрепили проверили положение оно должно быть четко у нас строго по оси я пусть меня простят настоящие вязальщики лососевых мушек я беру наш клей это упростит нашу дальнейшую работу но беру промазываю место крепления ости там где мы с вами закрепили наше перо клеем это дополнительно нам даже еще поможет чтобы наша с вами мушка была долго живущей мы подождем пока подхватит потом удалим остатки и продолжим наш клей немножко подхватился я убрал остатки больше ничего не наматываю и подготовил перышко которое у нас будет находиться сверху значит что касается подготовки тоже кто как рассказывает я обычно вот подготовил не обрываю вот эту опушку она не нужна потому что мы ее с вами потом прикроем но ноготочком вот так вот аккуратненько я место крепления взял для себя и подогнул для того чтобы у меня перышко не скакало а вот ну вот теперь давайте я вам так продемонстрирую вот мы выбрали это место я набрасываю вот так вот нитку удерживаю перышко там где оно будет и у меня уже площадочка есть все видите я его отпускаю оно у меня никуда не убегает то есть так находится вот сверху как оно и должно быть теперь вот особенность как вы видите оно достаточно кривое это не так страшно так как в процессе рыбалки потом наше перышко будет намокать и будут принимать то положение которое нам необходимо все оставили это теперь допустим что нам еще необходимо здесь есть конструктивных достаточных элементов добавляется два три еще боковых допустим крыла сейчас я подготовлю покажу вам чтобы вы уже видели вот я подготовил два одинаковых перышко с левой и с правой стороны которые мы будем с вами использовать но обычно можно допустим брать добавить как вы видите еще добавить еще добавить то есть так как допустим для себя определенные вязальщики видят эту мушку но я обычно вот больше чем два вот таких вот сегмента я не добавляю потому что честно скажу можно ее гораздо пышнее сделать главное чтобы у нас с вами вот смотрите видите вот вариант есть можно так установить так но по правилам положено чтобы вот эти наши полосочки все совпадали я ставлю в удобное положение и так как меня уже все эти мои перышки хорошо подхвачены почему я это делаю потом потому что как вы видите вот я уже взял закрепил и у меня не нарушается соосность с моими мушками то есть как удобно хотите до хотите после и точно так же главное чтобы перышки были приблизительно одинаковые и наши вот эти полосочки хорошо совпадали никуда не торопимся стараемся выдержать чтобы было более менее симпатично если нужно подтянули подняли прокрутили повернули ну вот как вы видите все у нас уже готово что дальше опять я как обычно чтобы было удобно дальше работать я опять нанесу буквально капельку клея промажем слегка и подождем когда она у нас все это закончится нам необходимо подготовить с вами еще немножечко дровое контрастное перо два цвета одно перо на щечке и второе перо это добавим еще немножко в горлышку поэтому я сейчас возьму перо шартрес и подготовлю вот такое вот оранжевое перышко которое мы будем использовать для щечек я вот подготовил такие у меня тоже есть остатки перьев петуха шартрес буквально вот такой ширины мне будет вполне достаточно вымеряем нам сколько необходимо длины я отрываю удерживаю все это в одной руке переворачиваю в удобное положение для себя крючок не отпускаю перо перехватываю и теперь я вот здесь стараюсь так чтобы мои бородки были ну несколько длиннее вот тех желтых которые у меня имеются обязательно следим за тем чтобы нитка у нас находилась строго над тем местом где мы должны крепить ноготочком поправляем и у нас должна с вами выйти вот такая вот конструкция она практически никуда у нас не уходит значит что мы делаем я беру проматываю пару-тройку раз по одному и тому же месту и после этого только беру вот ноготочком и начинаю рассредотачивать вот то перо которое у меня имеется вдоль вот нашей оси слева и справа следим за тем чтобы было это все более менее равномерно вот должно выйти приблизительно вот таким вот воротничком и теперь уже окончательно я это все подхватываю теперь аккуратно стараясь ничего не нарушить можно бритвой можно вот так вот как я ножницами это все удаляем так как здесь мы уже будем с вами формировать нашу головку лишние материалы нам не нужны оставили годится подхватили уже можем до колечка следить за тем чтобы не попадали у нас наши материалы удаляем вот и теперь нам нужно то перышко которое мы должны с вами сделать щечки вот я беру приблизительно вот так его также взлохмачиваю и смотрю то количество допустим тех бородок которые мне необходимы значит я беру вот приблизительно где-то с сантиметра может полтора может даже будет больше это вы уже потом для себя чисто экспериментально подберете но желательно так чтобы вот их длина здесь по всем правилам положено чтобы была находилась у нас как ее называют садовая сойка но учитывая то что у нас этого нет я зачастую беру вот подбираю себе те перья которые мне необходимы чтобы можно было обозначить вот эти щечки можно поставить джунглевого петушка но учитывая то что мы с вами изготавливаем без вот всех этих прибамбасов значит мы вот как видите мы с вами берем и примеряем вот те щечки которые у нас уже будут получаться их величину я приблизительно допустим для себя регулирую как должны доходить до окончания нашего желтого пера но в то же время не заходить сильно за основное перо если вот как в моем варианте мало значит можно взять еще оторвать необходимое то есть мы берем то количество пера которое просто нас будет устраивать я пробовал делать это и с помощью меха но честно скажу вот само перо больше меня устраивает теперь я подравниваю то что мне не устраивает вот а то у меня вот такой вот пучочек прикладываю его и лишнее я сразу волоски обрезаю так как скученности материала не должно быть у меня должна выйти вот такая кисточка вот я ее приложил обязательно удерживаем сразу рукой притяжной петлей подхватили и теперь вот как мы внизу воротничок рассредотачивали вот так же мы теперь рассредоточить должны сбоку я покажу теперь уже сейчас наверное на другой сейчас мы с вами изготовим оторвем необходимое количество так перышек наших вот вымеряем равность длины померили лишнее удалили так приложили удерживаем подхватили вот я на этой стороне покажу я беру потом вот так вот ноготочком аккуратненько это рассредотачиваю удерживаем чтобы не разъехалась не убежала никуда наше перо уже можем мы окончательно с вами сформировать здесь головку здесь можно добавлять очень много еще элементов ну практически для рыбалки вот этого уже вполне достаточно давайте работа немножко нудная я сформирую головку слегка ее вскрою лаком а тогда мы уже с вами продолжим вот я просто еще остановлюсь на одном моменте который мы с вами тоже уже очень часто обсуждали в личной переписке значит давайте тогда мы немножко исправим и сделаем совсем так как вы допустим это хотите есть варианты еще допустим изготовления Сережа у меня неоднократно спрашивал и я в принципе это с ним соглашусь вполне соглашусь мы сейчас с вами вот этот именно вариант и изготовим поэтому я решил остановить и немножко переделать вот смотрите мы возвращаем нашу нить там где у нас сохранилось можно взять перо вот которое у нас есть павлин наш крашеный не крашеный не имеет значения можно взять любой вот такой дабинг и изготовить вот здесь ёршик ну в большинстве случаев как настоящий допустим в настоящем рейнджере используется вот все тот же страус поэтому я вспомнил что меня больше волновал вопрос Сережи я решил вернуться и мы немножко сделаем по-другому поэтому здесь больших проблем нет учитывая то что перо у меня коротенькое я беру перодержатель и вот смотрите мы теперь должны с вами выбрать как у нас опять будет ложиться перо или же оно у нас будет ложиться в сторону колечка ровной частью или мы будем вот как у меня наоборот от колечка поэтому самим природным изгибом пера мы выбираем как нам удобнее и как нам лучше ну честно скажу вот пару тройку оборотов вот того пера которое вот у меня осталось мне этого вполне и достаточно даже не будем сильно с вами и переживать что оно там в какой-то степени короткое закрепим перо я изготовлю головку и дальше мы уже теперь продолжим вот вот друзья мои как вы видите имея вот под руками те материалы которые не совсем и подходят для вязания лососевых таких классических мушек мы с вами сумели себя порадовать вот такой имитацией лососевые мушки рейнджер часть конечно элементов пусть меня простят необходимо тщательно подготавливать для того чтобы это соответствовало действительности но у нас единственное это только вот кривизной подкачало перо которое сверху а так практически все элементы которые вот необходимы кроме джунглевого петушка и щечек всевозможных у нас они имеются поэтому достаточно симпатично в то же время достаточно хорошо работает в малых габаритах по окуню это работает хорошо по щуке судаку если использовать щебурашкой с пеннингистом поэтому пробуйте экспериментируйте желаю вам удачи до скорых встреч